здравствуйте друзья у нас тут сюжетец наметился сеточка да значит наш поход на местный колхозный рынок он найдет идею сварить рыбный суп потому что рыба у меня с собой была я вчера купила свежие вот свежего салмана да красную рыбку но я не знала как быстро его использую поэтому я положил в заморозку сейчас он в общем-то оттавит но он буквально даже не успел замерзнуть приходит в себя это кости от нее это само филе вот я сейчас поставлю чтобы она здесь не стояла поставили его в холодильник а вообще-то говоря тут все вот с этого рынка местного абсолютно свежак абсолютно и свежак абсолютно все органически вот это да мы купили фенкель и мы на прошлой неделе снимали до снимались уже с фенкелем на самом деле мы за эту неделю очень полюбили и стали использовать его абсолютно в любой еде я его использую как приправу это не фенкель это укроп это укроп я его использую как приправу а вот эти вот кочешки самые которые составляют его основу я их использую как заправку для любого супа для любого гарнира он довольно таки долго варится по сравнению или жарится с обычным луком но его можно тоже тушить вместе с луком и получается очень вкусная еда и добавить туда мяско немножко и так вот то что мы видим здесь на поддончике это вот те зеленюшки которые пойдут суп да мы делаем мы делаем суп с рыбой с красной он будет очень густой потому что мы не любим суп которым нету никакого тела ваде ваде вот мы любим что там ложка стояла поэтому все вот эти овощи то пойдут на варистый да еще я поставила варится отдельно мы сейчас можем выйти на улице посмотреть до варится перловку на я ее действительно взяла буквально несколько чайных ложек просто для того чтобы она считала что она там есть почему на улице перловка она там варится надо варится на улице так это надо посмотреть ну хорошо вот а вот это вот все это значит не что он уже шарфов не вода закипела вот эти кости да да я хочу говорить что такие кости кажется очень съедобными кости и там очень много мяса тебе за деньги отрезали или так а то есть мы сначала заплатили по весу и чем смысл как она до самый бульон бульончик из сырой рыбы бульон да потом его нужно будет очистить от костей так я не понял бульон мы на 3 огонь его ставят я думал ты зайдешь кипятком и будет бульон я испугался нет 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 мы его проварим этого процедим и это будет основа для этого супа ну хорошо вот пусть он себе тут закипает и потихонечку варится потому что рыбу мы закинем в самую последнюю очередь когда все уже готово чтобы не разваривал сильно пойдем посмотрим на пилотному именно нужно там на кости нужно именно проводить все чтобы я понял я и когда я понял что будет кипеть я успокоился мы выходим на быхьярд вот где мы сегодня снимали вот этот лимон но тут уже солнышко и так я понял почему вы пошли на улицу это скором скороварка нет не скороварка нет конечно это просто такая малдиварка малдиварка вот она варит эту перловку да она ее себе спокойно говорит я поставил на самую маленький с этим чтобы она очень долго и медленно варилась она потихонечку сварится мы потом ее забросим суд а почему вы на улице это происходит ну во-первых за ней не надо следить переловка варится долго поставила здесь на себе на маленьком огоньке сама булькает и никаких тебе нету не грязной посуды не занятой комфорки нечего дачная я всегда на самом деле поскольку мы живем вообще хоть здесь в саневе или на даче я всегда такие вещи например как варить свеклу вот те вещи которые требуют долгой варки да никогда не делаю это дома я всегда делаю это на улице вот в таких вот кастрюлях как бы чувствуешь себя как бы дачником вот друзья начинается все с нарезки да свет никуда не денешься значит я вот этот вот фенхель режу в первую очередь потому что он очень твердый ему нужно больше всего времени чтобы свариться поэтому у нас пойдет самым первым кастрюлю сейчас закипит вода не знаю слышно или нет закипит вода и мы уже его поставим на огонь и будем по мере того как она варится накидывать туда всякие другие и на градиент а а тяжело лежит он твердый так он чуть тверже чем на ощупь да чем лук репчатый но готовится намного дольше но когда он готовится действительно очень вкусно он принимает вкус и он такой чем его заправили да то есть если например я вчера я взяла индюшку и обычно я делаю тушеную индюшку с луком тут я делаю с луком и с вот этим фенхелем это вот ты мне дала с собой на работу на работу я еще подумал это явно не лук это не лук нет фенхель и он очень вкусно он у него к сожалению вот по мере того как его готовишь у него вот этот приятный запах он уходит до сырой должен вот но сырой его невозможно есть он совсем твердый и кстати на может попробовать как он на вкус то сырой сейчас друзья попробуем как как медицинский препарат действительно как капли какие-то анисовые точно ну вот в некоторых магазинах я была удивлена он прекрасно живется в некоторых магазинах было написано что это анис а не фенхель по английски? да анис был написан и они даже не знали как его выбить потому что они спросили меня что это они видны не так часто его продают мы спросили что это я говорю что это феннел а они не поняли когда я сказала анис тогда они поняли так вот мы его закидываем в стыльку я должен показать ребята вот это интересно у нас тут среди ингредиентов мы купили какую-то картошку потрясающую которая снаружи фиолетовая внутри то она белая так не видно не видно потому что здесь сейчас модно давай ты будешь ты будешь видеть ты будешь видно да да вот она внутри белые мы попробуем какая она на вкус потому что картошка такая получилась она не самая дешевая скажем так на этом рынке надо сказать что света любит экспериментировать если что-то новенькое я удивляюсь почему мы этого фенхеля раньше не пробовали я не знала вообще что это такое понимаешь дело в том что когда ты смотришь на него он же не непонятно как он будет в еде я люблю экспериментировать когда я понимаю что это а если смотришь я всегда думала что это типа укропа и даже у меня было желание потому что у нас укроп продается не во всех магазинах сейчас его стало больше а вот когда мы приехали не укропа никаких то вот зелени было было маловато и она была тут в китайских магазинах поэтому я иногда даже думала в сейфе был этот фенхель может его вместо укропа взять но он не годится все-таки укроп более как сказать стойкий и более укропа свой аромат и он более ароматный более сильный наверное аромат скажем так и все-таки он не уходит в процессе термической обработки да вот в тех вот рецептах которые мы неделю назад взяли с ароматом этот фенхель было сказано что его нужно крупно нарезать но поскольку я уже не всегда поняла что я его использую как вот такую вот приправку типа лука поэтому я его и режу как лук я режу речет это должен быть третий еще я вот он с моей стороны за перчиком вот он когда его обрезаешь больше да вот это вот кстати из тех вот всех стеблей это осталось вот то что похоже на укроп верхнюю часть мы ее потом вместе с укропом и с это говорит вот об этом как укроп но это именно от фенхеля да вот с укропом и с кинзой мы все это вместе потом закинем сам в конце лучше те две головки фенхеля которые света порезала они уже можно сказать цик там стоят на огне залились и кипяточком а это таким добавившим да ну будем резать все по мере это сам тут сразу много задач нужно решать много всего резать и плюс у нас рыба там варится то есть это такой болтай таскин ну да у нас перловка варится здесь рыба варится у нас варится некоторые варится пиловку прям супе да мне не любили варится ты потому что от нее там во-первых муть становится а во-вторых она дает какую-то накипь такую я всегда говорю отдельно это же промыть можно это у нас получится суп такой знаешь который как бы еда целая то есть это не первое блюдо целая еда потому что он тебе и рыба картошка и перловка вот он вот он филик фенхель залитый кипяточком и стоящий на плите что мы можем сделать это я уже показывал в прошлый раз это сухой лук это лук сухой ничего тут нет кроме лука который высушен лук порубленный он специально высушенный в специальных условиях давай пореку как он пахнет хорошо пахнет я добавляю судьи косметы и все-таки всюду и он дает вот если вы на него с ним борис курицу так например то бульончик получается светленький такой я попробовал сварить обычному получается желтые совершенно другого вкуса да вот ну мы возвращаемся к нашим этим самым к порезке так мы режем картошечку которая называется пурпурный викинг да вот пока и не попробуешь не поймешь собственно черный такого особенного здесь вот последнее время очень модно делать картошку вообще здесь модно импровизировать с цветами у нас например продается вот такой вот фиолетового цвета морковка например или белая морковка или обычная морковка вот они продают это все в кусочку сейчас понюхаю картошка чем не парни дожить на карту ну помнишь в россии были анетин глазки там она называлась такая картошка она была очень хорошая это будет цветы нет нет а как на вас не было картошка сиси синий глазки не глазка она была очень вкусная может быть это тоже такая же вкусно здесь у нас вообще-то картошки небольшое разнообразие у нас есть вот на нашей памяти появился еще один сорт значит это когда мы приехали в америку было три сорта картошки была картошка которая нужна для запекания это такая раса паттейта запекают духовке она здоровенная очень к старая большая картошка была картошка из молодых красная и белая вот так называлась red potato и white potato и это все что было но сейчас нет я не преуменьшаю сейчас уже появились во первых появились какие-то фиолетовый цвет картошки а еще появились маленькие совсем baby вот тоже отдельное направление нас очень много baby еды и маленькие помидорчики крошечные cherry tomatoes и маленькие картошечки крошечные вот они продаются россыпью и там все три цвета вот красная картошка фиолетовая и белая и вот они все продаются и они очень красиво смотрятся их сварить так маленькие картошки они размером вот как с ноготок вот Продолжение следует... 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 Не боюсь, все хорошо. Волнуюсь я, чтобы никто не подавился кусочками. Ну да, еще гости придут. Это мы вбросили вот эту рыбку, которая у нас была с ошметками. Вброс. А теперь у нас самая, что ни на есть рыбка. Рыбка, которая, как бы сказать, рыбка и ее улыбка. Слушай, такая рыбка прям... Ну что ж, свежая рыбка, я вчера ее только купила. Ее прям как суши смотрится, знаешь? Ну да, она такая суши, как суши-рыбка. Ну она охлажденная такая. Я ее вчера просто купила свежий и хотела... Собственно, я ее и засолила, да? Но я подумала, что я не знаю, когда ее буду готовить, поэтому я ее положила на заворозку, на всякий случай. И сегодня утром уже буквально вытащила. Хорошо, значит, положили рыбку и надо дать ей покипеть. Ну она, да, она моментально, она только вот закипит, и можно выбрасывать в нашу зелень, и, собственно, все. И готово, остался завершающий буквально элемент. Это вот эта все зелень. Сбрасывание очередное. Мы сейчас сюда вбухнем сюда. И вот после этого будет замечательно. Кстати, вот интересно, мы уже наблюдили, мы с Мишей попробовали, что появили рыбу в супе, конечно, сразу появился еще привкус рыбы. Так, неожиданно. Да, да, вот он такой красивый стал. И с огня снимать надо, да? Ну, мы сейчас выключим, а тут оно будет уже само доходить. Электрическая плита. Вот, друзья, вот такой у нас получился суп, так что кушайте с удовольствием. Ну что, друзья, давайте попробуем. Так вот, супчик. Ну, ты хочешь показать, что это у тебя внутри, или уже не нужно? С пылу жару, горячо, наверное, очень. Ты знаешь, что? Нет, нет, не так горячо. Но зеленюшки чувствуются, вот знаешь, они не набрались воды, они остаются зеленюшками. Ну, оно еще настоится. То есть этот суп, он остался на плите, который мы выключили, но оно все равно горячее. Да. И он еще как бы дойдет. Надо сказать, что чувствуется, конечно, что еще не настоялся, это чувствуется. Ну, а бульончик, изумительный. Рыбка, вроде, и не кипел это почти там буквально, всего ничего. Тоже рыбка абсолютно нормальная. Ну, эта рыба, она очень быстро готовится, ее очень долго нельзя готовить. Знаешь еще что, овощи, не разварившиеся, а ты чувствуешь, как бы, вот это бадди, овощное. Но в то же время они достаточно мягкие, чтобы не сказать, что они сырые. Они, безусловно, мягкие, потому что как помидоры идут. Помидоры. Да. Я, втягиваюсь. А то ложки не берет. Хорошо, хорошо. Мы можем, знаешь, тоже на конкурс хорошо, но мы не будем. Это внеконкурсная работа. Выключаем. Выключаем. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok